Успех проекта «Новый размер» к Новому году заключается не только в креативных и харизматичных ведущих, а также и в постоянном сотрудничестве специалистов, которое как раз и помогает участникам добиться желаемого результата. Но этот процесс, как правило, остается за кадром. Интересен сюжет, когда женщина отказалась работать в спортивном зале. То есть это нарушение психоэмоционального статуса и физиологическое неприятие физической нагрузки. Андрей, скажите, на мой взгляд, Ксения практически не работала в зале. Помимо того, что у нее был облегченный вариант программы тренировочной, сильно я на нее не наглядал. То есть если на остальных участниках я вижу, что у них есть потенциал, если их возможности, то, что они делают, я как-то их стимулирую по возможности. Также стимулирую Ксению, конечно, но опять же, в силу ее способностей и возможностей. Меня вызывает очень опасение, то есть не присутствует ли элемент, может быть, неосознанное какое-то психологическое насилие. Ну, это, наверное, такой способ адаптации к решению проблем детский остался еще у Ксении. В принципе, желание у нее есть и вообще достичь цели, конечно, есть. Вот, только помочь им надо. Поддержание здоровья – это труд. И каждый человек должен понимать, что для того, чтобы я был здоров, мне нужно потрудиться в этом направлении. А трудиться мы не привыкли. Ну, с молоду как бы здоровье как бы есть какое-то, но мы только по течению и плывем, скажем так. А понимаем, что дальше мы взрослеем, у меня есть обменные процессы в организме, и надо поддерживать, и надо трудиться в этом направлении. Вот этого понимания у нас нет, оно не заложено у нас с детства каким-то образом. Я понимаю, что вы хотите сказать, что любое повышение массы тела может подспудно обозначать какую-то проблему психологическую изначально человеке. И когда Саша выжимал рубашку в камеру, да, то есть мы все ужаснулись, потому что это человек, который попал в дегидратацию, да, то есть, грубо говоря, потерял жидкость, за счет чего мы имели угрозу и сердцу, и мышцам. Мне хотелось бы узнать у тренеров, все-таки режим не только питания, но и водный баланс. Вы же рекомендовали соблюдать участникам, правильно? Какие у них эти горы? Режим все равно должен соблюдаться, потому что во время тренировок мы теряем жидкость. Соответственно, с потом выводятся и полезные соли, которые содержатся в организме, соответственно, нам надо это восполнять. И участникам это рекомендовалось. Но тренировки без пота они не проходят, даже минимально. Взять обычную прогулку по городу в быстром темпе, мы все равно потеем. Тем более люди с повышенной массой тела, они склонны больше к потовыделению. Я вижу, что они недостаточно восполняют жидкость, которую теряет тренировок. Это уже вопрос участников. Поднимался и самый важный вопрос. Важно, чтобы участники после проекта не набрали вес снова. Но, как мы видим, совместный труд профессионалов приносит свои плоды. Наши зрители, наши участники должны понимать, что чудес не бывает. С 56-го размера стать сразу 42-го – это нереально за три месяца. И никто к этому не стремится. Главное – изменить свой образ жизни, привыкнуть, получать достаточную нагрузку, полюбить правильное питание, полюбить себя. Мы об этом говорим. И именно на это нацеливаем наших участников проекта. А на данный момент результаты следующие. Команда «На суша» – тренер Андрей Васильев. Анастасия Борисевич избавилась от 13,5 килограммов. Александр Лобыч – минус 17,5 килограммов. Ксения Казимирчик – минус 13,5. И Татьяна Бондарук потеряла 11 килограммов. Команда «На воде» – тренер Екатерина Алексеюк. Юлия Крац потеряла 9 килограммов. Лада Ярош – рекордсмен – минус 20 килограммов. Светлана Кращук – минус 9,5 килограммов. Екатерина Циркова – минус 16,5 килограммов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова